всем привет добро пожаловать обратно в картофельное царство брататы мы тут играем мод на гмо о прошлый забег отличный нам нам очень повезло у нас получилось рыцарь был с гладиатором так что повторим может быть тоже что-то интересное выпадет выпадет давайте на рандоме мутант солдат мутант солдат а мутант солдат на давайте начнем прогноз пройдем ли 20 волн но за солдата я обычно играю стрелковое оружие ближний бой за солдата очень тяжело играть а что делает мутант я вот даже и не помню вот вообще не помню что делает мутант так мутанты паук говорят чат говорит а я не помню то что за мутант такой опыт дает много опы больше опыта на предметы дороже какого мы можем интересного солдата сделать такого необычного ну и солдат через взрывное оружие самый лучший он прям очень хорош давайте что-то интересное у нас есть опыт через опыт хорошо собирать урон в дальнем бою в предметах урона в дальнем бою мало а вот за опыт хорошо собирается поэтому дробовики солдат на дробошах вот такого мы точно не играли вот это будет интересно давайте солдата на дробошах немножко нелогично потому что короче солдат у него много урона скорости атаки плюс 50 процентов хорошая скорость дальность сбора большая отталкивание у него но он только на месте может атаковать да мутант дает 200 процентов опыта но предметы дороже да ну попробуем солдата с дробашом такой у нас будет спецназ комбат ну и сразу проблемы скорость атаки конечно один дробаш против когда окружают не очень хорошо работает мы попытаемся я все равно постараюсь так первая волна нам бы надо урон дальнем бою добирать но сбора мы можем взять немножко и дальность дальность не надо процентный урон тоже нам не особо нужен нам просто цифровой урон дальнем бою ну ладно я взял нам сбор два раза но на первой волне 10 сбора норм и еще один дробаш сейчас все деньги потрачу поищу нам еще дробашей дробашку дровосека пока буду игнорить тяна очень хороша о нашли еще один дробаш отлично отлично чё-чё-то наши дробаши как-то плохо работают честно говоря они получается подбегает один один моб и они все в одного стреляют и фигня какая-то дробашам нужно очень много урона в дальнем бою они самые требовательные к статам оружие почему я попытался за них сыграть вот если не будет урон дальнем бою выпадать ну вот тогда я не знаю скорость атаки возьмем не выпадает урон дальнем бою ну вот что я сделаю вот вот криты выпадают давай криты возьмем о урон дальнем бою плюс два отлично на сюрикенах хорошо бы уже солдата ну уж что-то мне подсказывает что я ребят плохую стратегию тактику выбрал с этими дробашами что-то мне подсказывает что хэштега руина приближается как мы будем мы будем на боссах на элитках да даже не на элитках как мы на седьмой волне будем жить не знаю не знаю решетка руина ну хотя знаешь что хорошо дробаши стреляют недалеко и мы все подбираем тут у нас вообще на земле ничего не остается лежать 6 урона в ближнем бою издевается игра ну давай один в дальнем возьмем регенерация логично не для дробашей регенерация нелогично надо вампирик брать если брать вы ладно возьмем такой урон процентный до давай еще дробаши поищем и ящик заманчив в начале игры да но у нас ящиками будет не очень хорошо потому что потому что мы с деревьями бегать особо не будем хотя блин дробаши нужнее четвертая волна ладно давайте может инженерку попробовать хоть немного туры или минные лечилки да нет смысла за солдата инженерку собирать инженерия очень специфичная под нее персонажей мало ну за солдата точно нет смысла собирать инженерию когда у тебя 50 процентов бонус к урону и скорости атаки и ничего из этого на инженерию не работает инженерные сооружения турели всякие от процентного урона бонусы не получают нет у нас урона в дальнем бою есть у нас вот 4 регенерации ну ладно процентный так ну тут у то я только хотел сказать сейчас фиолетовый урон дальнем бою будет берем берем его отлично так и ритуал дает урон кражу жизни нам подходит ритуал но пока у меня нет 6 оружий не буду его покупать о синяя двустволка отлично вот это то что нам нужно и еще одну заморозку и криты надо собирать я думаю я думаю криты надо собирать хотя дальности жалко но дроба шей будет дальность своя давай 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 будем собирать можно взять один шокер для стана можно да ну хотя может если какой-нибудь фиолетовый придет да это подумаю не хочется слот который может наносить урон занимать утилитарным оружием все-таки урон это заработок чем больше урона ты наносишь тем больше ты денег зарабатываешь что поэтому на первых 10 волнах нужно вкладываться по полной ну это как в экономику вложиться да сбор ну пятая волна 10 сбора еще можно можно взять ну и что-то у нас как-то урон дальнем бою единичка но беру единичку он очень нужен без вариантов так повязка и двустволки пойдут у нас на апгрейды видимо сейчас может устроим чгк вместо игр я вопросов на и кидаю интересных что такое чгк да типа стример сидит и отвечает на вопросы ну спрашиваете там у тебя интересно что где когда это типа поиграем вопросы ну чата будет большое преимущество у чата google есть мне кажется что чат меня обыграет броня инженерия удача максимальное здоровье все есть урона дальнего нет берем броню ладно не не ну все я больше не могу где мой урон дальнем бою спасибо спасибо две синие двустволки синяя набивает 600 белые набивают по 500 600 синяя 750 давайте давайте искать я даже не знаю что мы ищем теперь рубашку дровосека можно взять вот свинью копилку я не буду играть вопросы в духе когда новые игры до варлок когда библиотека руин вот важный вопрос можно просто в джекбокс пойти поиграть мы играли раньше мы играли смертельная вечеринка прикольная там как раз вот вопросы там как раз разные вопросы вам нам картофельная пушка не пойдет разве да наверное пойдет но чет я вот решил на дробовиках поиграть за солдата мы ни разу солдата с дробошами не делали шлем броня минус скорость давай возьмем ладно так ну что тут у нас урон дальнем бою не выпадает но скорость атаки можно взять хух легендарная броня грудь четвертого уровня вот это да так парикада дает броню в неподвижности но за солдата имеет смысл кстати да опять скорости конечно не хочется терять но за солдата пойдет пойдет так ну и кролика мы всегда берем а вот и шокер пришел но я его брать не буду в ролике критоке вопрос из штуки что где когда началось чате вот видишь вопросы слишком длинные надо такой вопрос короткий чтоб я прямо во время боя в братате мог его прочитать как я пять строчек прочитаю на такой короткий например почем камбала вот это хороший вопрос или там где живет там кто не горилла африканская на каком континенте живут африканские горилла можно увеличить громкость просто играй в тарков алекс шики ой можно увеличить громкость и уменьшить количество зрителей 8 раз просто играю в тарков да спасибо в ролике критиковавшим представление заключенным тюремных отпусков чгк очень душный нужна своя игра с темами из разных рогаликов как называется карта лотоносца которая тянет три карты запрещает добор до конца хода нет как карта лотоносца папа 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 что-то такое пробой какой-то быстрый бой полторы тысячи часов слайзов боевой транс я сговорила что-то боевое да 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 что-то боевое боевой транс во каждый чертов раз луркер спасибо за донат спасибо за 100 сердечков хухой блин ну да своя игра по рогаликам это было бы супер мы когда-то с вами играли свою игру и короче пришлось ее закрыть потому что но она в итоге вручем она была по видеоиграм а стала вот вообще не феймери френдли и не подправил ответа резко на некоторых вопросах поэтому пришлось ее удалить вот мы играли свою группа играм какая-то она была странная так вопрос кто открыл закон ампера ну предполагаю что вряд ли собственно ампер потому что тогда бы это не было вопросом да ответ кто угодно кроме ампера так вопрос еще вот что где когда в ролике критиковавшим предоставление заключенных тюремных заключенным тюремных отпусков они позволяли людям заходить в тюрьму и сразу же ее покинуть чтобы совершать новые представления ответьте двумя словами что такое они чего я не понял вопроса хороший вопрос я его не понял так крылья дают 10 скорости 30 дальности надо брать шрам мне кажется бонусный опыт нам больше не нужен у нас бонусный опыт и так будет ох ты ё-моё панда почему так везет легендарка на девятой волне 12 здоровья удача минус урон у панду мы будем брать и вот талисман не знаю купон наверное стоит взять хотя купится он или нет так нет талисман я замораживать не буду он минусует урон в дальнем бою мы за такое платить не будем нам нужно очень много урона в дальнем бою хотя блин 50 удачи взять ладно давайте окей я все это заморожу мы после этой волны на удачу заделаемся и будем надеяться что вытащим всякую имбу есть очень хорошие легендарки для дальнего боя всякие там прицелы прибор ночного видения которые дают криты и урон дальнем бою так что так то удача конечно хорошо я кстати не уверен что нам денег хватит с ней вот я смотрю и думаю что наверное нам денег точно не хватит да может быть нам не стоит покупать вообще этот может быть нам реально не стоит покупать купон тут наверное чат дело говорит для купона уже поздно он окупится к 20 волне а там уже будет кофе 600 рублей мы заработали у утилизатор нам нужен так где мой урон в дальнем бою любовски а нету а пошел я нафиг ладно ну не очень-то и хотелось они уклонения тогда о урон дальнем бою давай берем ну и чё в удачу что ли ныряем с головой то ну давайте и двустволка пришла так он нам даст 5 процентов скидку чтобы он окупился нужно на тысячу рубасов закупиться да нет а купится нормально но тогда да мы не сможем купить купим купон не сможем панду и талисман купить чат кто может почитать не на вопросы что где когда я не наверно не отвечу чёт какой-то сложный вопрос ровно хватает окей чат говорит что ровно хватает спасибо чат ох идеально двустволку закрепим о криты 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 это хорошо криты это замечательно все закупились мы посмотрим купон нам пока что ничего не сэкономил написано стример не шарит пяти процентах на чет стример сегодня какой-то мешком ушибленный счет какой-то стример сегодня не выспавшийся поздно вчера спать лег билд делал в торч лайт инфинит вот чего бы доброго надо за рубаха надо блин поиграть с вами на стриме в торч лайт этот я уже чтоб я уже знаете его на стриме подрубил поиграл чтобы зрителей вот стало в минус 80 процентов я успешно его отправил на помойку типа никому не интересно можно дальше играть то я вот все его не на стримах играю и такой где-то вот в душе теплится надежда что может кому-то она будет надо так корона нам не нужно о уточка еще удачи 75 удача хохохохохо это вот это вам не это так мы тут ищем уроду дальнем бою уклонение можно еще брать же 23 рискую отчет где ладно все короче урон дальнем бою плюс 2 хорошо хорошо давай соединяем покупаем ну и тут надо оружие искать вот опять приходит наша приходит пич форк пилы но нет ничего о серебряная пуля урон по боссам элиткам сейчас как раз элитка будет давайте смотреть как наш билд на дробовики что лучше отдали легендарная двушка или две эпик двушки или три редких двушки или четыре обычные двушки чего ты имеешь ввиду пушки если ты про квартиры двушки то в квартирах я не разбираюсь у меня двушка и мне нормально но у меня 6 котов живет я был читают трешка лучше двушки квартира а если ты про оружие то лучше этот я считаю лучше если про квартиры лучше нормальная трешка чем легендарная двушка но 4 на 4 обычные квартиры лучше чем одна легендарная сто процентов до 4 обычные потому что можно сдавать до 3 сдавать в одной жить и вообще кайф на работу ходить не надо а легендарную еще фиг продаж да 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 вот а если ты про ружки то лучше собрать четыре синих чем одну легендарную в итоге бонус к урону у тебя будет лучше с четырех более стабильный будет еще пошли на элитку сейчас нам сейчас либо мы либо нас танк а чуть мы так раздаем а чё это мы его так порвали а где элитка делась куда куда исчезла а я что-то и не понял прямо исчезла испарилась мне нравится цитата приписываемая бенджамину франклину каждое утро я читаю газету если его нет я встаю и иду на работу назовите его точно каждое утро бенджамин франклин читает газету если его там нет он встает идет на работу если объявления войны наверное нет какого-нибудь или не знаю чего-нибудь такое ждет новость какую-то в газете важную франклин то кем он работает президент хотя может быть вопрос это до того как он стал президентом а свой некролог смешно может быть гороскопа ждет ждет гороскопа без гороскопа на работу не ходит а чё президенту не нелогично президенту без хорошего гороскопа на работу идти дождь он по газете узнает идет дождь или нет такой так что там пишут сегодня о пишут дождя нет в окно смотрит там ливень ну в газете написали дождя нет пофиг значит нет идем плащ 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 имба плащ имбища дает кражу жизни дает нам 20 уклонения мы уклонения почти отмаксили ну минусует урон в дальнем бою но он того стоит мы кстати сейчас вот урон дальнем бою можем тебе добавить немножко шрама бонусный опыт дает не хочется за него платить как и за кольцо до кольца уже поздно чё оно там 15 урона даст а вот двустволку еще одну прикупить самое то самое то магазин магазин супер хорош для нас два урона в дальнем бою 10 процентов скорость атаки минус 6 процентов урона но пофиг нормально сейчас затащим так можно еще одну еще плюс 30 удачи купить но это наверное уже перебор варлыч почему персонаж из мультика черный плащ на самом деле фиолетовый отвечаю на вопрос как местный специалист по черным плащам в оригинале черный плащ он не черный плащ он дарк винг дак типа утка с тем темного крыла поэтому он не черный а темный в оригинале соответственно это у нас просто перевели как черный плащ потому что звучит хорошо черный плащ скоро он появится черный плащ вот так что у нас перевели как черный плащ но в оригинале он вообще никакой не черный темный а отсылка это на темного рыцаря на бэтмена типа бэтмен называется темным рыцарем dark night и черный плащ то типа была пародия на на бэтмена из из-за путиных историй или он был dark wind дак может быть dark wind я плохо помню он точно был dark только свистни он появится так прокладка нам не нужно грибы я думаю грибы можно взять о пошли легендарные апгрейды насыпало нам так мы честно говоря можем процентного урона взять но я бы вот еще урона бы в дальнем бою добавил ну ладно давайте процентный 16 это хорошо но и сегодня вот просто но нет нет урона в дальнем бою за уровне но легендарные у реген тоже нельзя пропускать и криты криты мы будем качать мы криты уже 21 сделали конечно так себе качаются криты какие есть о первая фиолетовая двустволка легендарные двустволки кстати хороши у них по-моему выстрелов больше становится но вряд ли мы до нее доберемся так медальку надо брать и пластину надо брать ну и все без денег мы остались поддержка сообщества скорость атаки за живых врагов вот не знаю насколько она полезна 10 20 будет стабильно давать до не знаю скорость атаки нужно солдату нужна ли она орде поможет окей ладно давайте брать то реально 15 волна орда тогда берем ну особенно эта штука хороша на боссах как ни странно потому что ты на боссах фокусируешься на том чтобы босса снести а не то чтобы выносить толпу и врагов на экране копится запасных лишних много так что это как раз на элитках боссах поможет топ-3 любимых фильма о хороший вопрос так ну художественный фильм снэч как гоблинском переводе в верном гоблинском переводе наверное топ-1 это я его могу смотреть бесконечно значит купон нам не нужен он так хорош наверное потом еще он будет у меня на первом месте до снэч это просто офигенная штука так чего еще второе место должны быть наверное второй терминатор и может быть матрица ну и третье место там у нас уже пойдут пойдет у нас уже соревнование большое ну наверное да терминатор матрица и снэч а чё еще чё еще чё мне еще очень нравится и мне еще фильмы прям а паркерского периода не паркерского периода матрицу побеждает не менее короче снэч да терминатор второй и паркерского периода одобряю топ-3 не отписываюсь спасибо спасибо так поищем уклонение о уклонение 57 все уклон от макс или вообще крутяк уклон можно больше не брать так что еще лимонад взять что ли не оставим на урон ну да первый паркерского периода который там где умная девочка водятся ли вашем парке динозавры я его сто раз смотрел он очень хорош в отличие от современных этих которые миры юрского периода старый первый самый он был не просто как экшен про динозавров он хоррор был там динозавры страшные особенно в детстве когда смотришь ну и учитывая что тогда таких фильмов особо не было с графоном и с такими спецэффектами прям реалистичными это конечно было просто впечатление незабываемое такие там реалистичные эти динозавры ну в том плане что не они с научной точки зрения они там не реалистичные типа динозавры так не выглядели они с пивьями были насколько сейчас вот наука вроде решила тяжелые пули вот это то что мы искали ой 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 5 урона в дальнем бою урон дальность дает ой 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 давай сюда давай сюда но с точки зрения реалистичности визуальной прям вообще жесть да рапторы это просто пушка рапторы в этом если вы не смотрели вот самый первый парк юрского периода посмотрите он там графоний и спецэффекты динозавров не хуже чем современных фильмах хотя фильм уж 20 лет а все потому что они не просто графонием нарисовали динозавриков они смешивали компьютерную графику и реалистичные модельки то есть там где-то графона где-то где-то там прям вот динозавр настоящий свой слепленный там из чего-то короче прям вообще пушка фильм так хорош мне ни одного персонажа не помню оттуда что-то мне не запомнился ну тиранозавр хороший персонаж там он большую роль играет два тиранозавра ну большая роль там только одному отводится вот рапторы есть их там штук шесть по моему разных по именам я их тоже не помню но они молодцы хорошо свои роли сыграли так ну что криты собираем что ли так скорость кража жизни это можно взять легендарная двустволка о хорош не рапторы день но них усы рапторы рапторы но и фильме рапторы называются нет с точки зрения исторической там динозавры не настоящие но у фильма кстати есть отмазка потому что они там смешивали днк 1 ну по их версии как они динозавров получили они смешали днк динозавра с днк лягушки так что теории то что у них получились такие голые без перья в динозавры это кстати даже и не мисплей можно сказать а фишка то что у них не чисто кровные динозавры технически там да эти рапторы фильме рапторами не считаются но и что если ты мы тут не на съезде душителей крутых фильмов чтобы придираться ко всяким мелочам рапторы и рапторы да пофиг вот там спамят кто-то в чат алисты и сразу там кидай бан на часик на два на три чуть такое не не надо вот этот на десять секунд сразу туда отправляй на пару часов чтобы потому что 10 чтобы понятно было особенно если это не в первый раз я чуть смотрю что это уже не в первый раз по-моему не надо не надо этот с память там мешать людям чат чате сидеть наслаждаться вот лучше смотрите какая легендарная двустволка ооо смотри какая 52 на 6 урона но у неё две пули добавляются так то у легендарки мммм варлок ты говорил что в чате у тебя никогда не бывает бана ты изменился когда это я такое говорил здрасте вот еще чего я то и говорил сумме банов не бывает в чате не такого и не было и бывают конечно как без этого даже он смайлик есть да надо же кого-то в жертву приносить да так легендарную двустволку надо брать и фиолетовую замораживать у нас будет две легендарки слушай а может быть я был неправ может быть лучше легендарки собирать если из двустволок если они две пули получают посмотрим насколько она больше чем фиолы набьет на элитке повар спрашивает повара хохо куда ты делся повар расплавили повара просто туда же расфаршмачили его по полной сразу блендеры мужу и нет его да вот это да вот это капец варлок уже не тот да варлок уже не тот баны раздает вредит душ нет дарке с данжни тильтует беда прибор ночного видения посмотрите какая красота 15 процентов крита 50 дальности ну чуть брони здоровья отдадим но ой все криты давай еще кражу жизни возьмем нормально 41 крита мы смогли собрать так ну смотрим на статы легендарная двустволка 22 900 фиолетовая 14 синяя 15 13 ты знаешь фиолетовая и синяя примерно на уровне знаете что я был неправ с двустволками получается лучше делать легендарки ну дианта вторую легендарку и будем объединять собирать в легендарке ты на удачи может купить еще да давай еще удачи чет мы имбу какую-то собрали все таки хорошо не сильный билд получился все-таки дробовики рулят ну я не знаю кстати дробовики вот если без мутанта насколько бы они хорошо у нас сыграли потому что тяжело в начале игры почти нет предметов на дальний бой и собрать их сложно а вот мутант вопросы решает такие за уровни дальний бой хорошо заходит варлок назовешь ли топ-3 игры не рогалика топ-3 игры не рогалика ну слушай тут я наверное буду очень скучным несколько рим нравится очень нравится чё еще kingdom come deliverance мне понравился тоже офигенный уэлден ринг не знаю я его вроде как много играл пасфэкзайл наверное моё пасфэкзайл мне очень нравится еще ну вот она тоже как-то странно в этом списке смотрится потому что она типа онлайн игрушка шахматы по шахматы да варлок назови топ-3 tower defense игр планс версус зомбис номер один все другие не играл не в обезьян еще играл но обезьяна меня задушили там сильно долгие забеги все короче планс версус зомбис лучшая а все остальные я не знаю все остальные я не играл но планс версус зомбис очень хорошая прям вообще кайф цветочки строишь зомбарей рубеж особенно челлендж когда мы играли на эти цветы дэйва там где нельзя было использовать цветы кроме тех которые дэйв дает ого весело было о 20 скорости атаки под конец так ну и что у нас тут броня 7 а нужно нам вообще броня с таким-то уроном да они нужны я думаю давайте без брони будем играть с мой боссов сейчас шотнем пояс гиганта критические удары наносят дополнительно урон в размере 10 процентов текущего здоровья врага 1 процент для боссов и элиты ну что расплавим сейчас сейчас расплавим ребят ох щас расплавим боссов давай у нас криты 41 процент крита что еще купить еще одну двустволку да уже поздно все давай ритуал возьмем ну-ка а все просто распотрошили раз нашинковали салатик и баночки закатали даже оружие не смогло нормально убить набить урона вообще не успела набить по 12 тысяч всего лишь так ну смотрите по результатам теста вот потому что здесь мы били чисто элитку сейчас у нас результат теста чистого дпс а легендарная двустволка 15 12 13 тысяч а фиолетовые и и синие кстати примерно на уровне поэтому вот две дополнительные пули в легендарные двустволки решают так что ребят я сначала там вот кто-то спрашивал про эти двустволки не этот легендарка все-таки лучше про легендарные двушки вопрос был получается надо лучше легендарки собирать ну хорошо урок на будущее просто редко мы через двустволки играем я чет не сообразил сразу